Шалом, дорогие друзья! Вот мы возвращаемся назад к нашей серии короткая культуральная кашрут. Она была прервана короной по многим причинам, которые привели к прекращению записи коротких уроков. И вот мы возвращаемся. Я напомню, о чем мы говорили в последний раз. В последний раз, кто хочет, может зайти на мой канал в YouTube и посмотреть все лекции. Это был 20-й урок. Мы продолжали тему окунания посуды в миквы. И сегодня мы продолжим эту тему. Она, в принципе, будет последний, заключительный урок этой темы. Небольшой. Мы сказали коротко и актуально о кашуте. Мы поговорим о очень интересной вещи, которая многие испытывают, скажем так, с ней много проблем и вопросов. Это вопрос окунания в микву домашних электроприборов, которые используются для приготовления пищи так или иначе. Дело в том, что многие домашние электроприборы, такие, например, чайник или механ, то есть вот этот бак, которым заваривают, держат воду для чая в шаббат, тостер и так далее, и так далее, являются предметами, посудами, то есть инструментами, которые по букве закона обязаны пройти окунание в микву по причине того, что они являются предметами, к которым прикасается еда. И они сделаны очень часто не евреями, в основном в Китае в последнее время. И дело в том, что из-за того, что еда прикасается к ним, то, естественно, или прямо напрямую, или, скажем так, побочным путем, они обязаны быть, окунаться в микву по букве закона. Это в отличие, например, от той же платы, или, например, от... Есть такая штука, которая нагревает бутылки для детей, чтобы дать бутылочку ребенку, то есть младенцу. И все платы, вот эти вот вещи, то есть это электроприборы, когда соприкосновение с едой не напрямую, а через какую-то другую посуду, эти, понятно, эту посуду укунать не надо в микву. Например, даже если у вас есть противень для печки, когда вы никогда на этом противне напрямую не готовите еду, но ставите туда, допустим, другой, скажем так, одноразовый противень, то понятно, что это не нужно окунать в никакую микву. И так далее, и так далее. В принципе, то есть вопрос, то, о чем мы говорим, это электроприборы, которые имеют непосредственное прикосновение к еде или к питью, которую мы пьем. И, как мы сказали, по букве закона нужно их окунать в микву. В чем проблема? Проблема, если я их окуну в микву, то вода попадет в их систему, электросистему, и это может привести к, скажем так, к тому, что предмет, то есть электроприбор становится абсолютно испорченным и непригодным к дальшему использованию. Поэтому, что такие у нас могут быть решения этой проблемы? Что нам делать? Нам нужно окунать в микву. Что делать? Есть интересный ответ, который написан в респонсе Хилкад Яков. Это первая часть Хилкад Яков, 126-й стиман, 126-й глава, параграф. И он занимается именно этим вопросом. И он говорит очень интересную вещь. Он говорит, что электроприборы освобождены, любые электроприборы, причем, освобождены от окунания в микву. Почему? Он говорит так, что для того, чтобы предмет, ведь есть базовый закон, чтобы предмет был обязан окунаться в микву, чтобы нужно, то есть он был обязан окунанием в микву, нужно, чтобы он был достойным, то есть, в принципе, был из тех видов посуды, которые принимают на себе тума, духовную нечистоту. Дело в том, что посуда, которое соприкасается с землей, все использование происходит только с присоединением к земле, например, печка. Она большая, то есть, да, мы готовим на печку, когда печка, она прикреплена к полу, то есть, да, мы ее не двигаем. И такие вот предметы, они не принимают на себя ритуальную чистоту, они принимают на себя тума. Таким образом, их не надо окунать в микву. Что говорит Хелкат Яков? И Хелкат Яков говорит так, что все электроприборы, они прикреплены к земле. Как? Дело в том, что все электроприборы, им нужно электричество. По этой причине, они все розетки, то есть, они находятся, то есть, воткнуты в розетке, то есть, на вилке в розетке. И так идет электричество. Таким образом, когда вилка находится в розетке, у розетки есть заземление. Так как у земли есть заземление, сземления, сземления к земле, таким образом все электроприборы являются прикрепленными к земле и их использование, то что это Ташмишо и Маккарта, то использование вместе с землей, таким образом они не принимают на себя ритуальную чистоту и из этого выходящая, естественно, прямо вытекающая, что они не обязаны окунаться в миг, это что говорит Хилкат Яков. Проблема в том, что многие галактические авторитеты последних поколений не принимают этот подход Хилкат Якова, среди них это Минхат Ицхак, Равшла Мазармана Орбах, Раввознер и другие, и они говорят, что нельзя полагаться на это разрешение. Хотя есть те, которые полагаются на Хилкат Махуке. Что они предлагают, что же нам предлагают другие галактические авторитеты, если мы не полагаемся на вот это вот разрешение, что из-за того, что электроприбор присоединен к электричеству, то его не нужно окунать в миг. Рав Муши Файншнен в игрок Муши приводит другое разрешение. Он говорит так. Он говорит, что по мнению Рав Муши Файншнен можно окунать электроприбор частично. То есть имеется в виду, что мы берем, окуная в миг, только ту часть, которая не напичкана электричеством, то есть она не напичкана электроникой, которая не испортится от прикосновения воды. То есть там, в тех местах, где нет соприкосновения так или иначе с проводами и электрическими частями. И это мы делаем так, чтобы вода не дошла до, скажем так, электронных электрических соединений. Еще одно предложение, которое мы находим у аллергических авторитетов, это сделать таким образом. Обложить район, скажем так, там, где находятся электросхемы или провода и так далее, ватой и окунуть. И это так. То есть таким образом, чтобы вода не дала воде дойти. Я не знаю, сколько это помогает с точки зрения воде дойти, но в принципе это одно из решений, которые мы еще находим. Дело в том, что многие аллергические авторитеты не соглашаются и с этим разрешением рамоши-панчина. Частичного окунания в митву или, скажем так, когда мы окутываем электронную часть, электрическую часть от попадания в воду. И они предлагают другие решения. Какое решение они дают? Решение другое – это взять и продать посуду, этот прибор продать нееврею и попросить у него назад попользоваться навеки. То есть взять навеки и у него попользоваться. Таким образом, из-за того, что этот предмет принадлежит нееврею и еврей у него только берет попользоваться, то таким образом эта посуда, эти предметы не должны быть окунуты, окунаться в миг, по причине того, что они не еврейские приборы по-настоящему. А не еврейские приборы, то есть посуда, принадлежащая нееврею, она не обязана, не нужно нам ее окунать в миг. Тут тоже есть некоторые подводные камни с этим разрешением, с этим делом, потому что есть немало мнений, что если эта посуда останется надолго у нееврея, то еврей все равно должен окунуть ее, хотя бы без благословения. Поэтому это такое вот решение тоже не совсем легкое. Есть еще одно разрешение, то есть еще один патент, как можно решить эту проблему. Это взять этот электроприбор и отнести к мастерскую, к еврею-электрику, который может ее, скажем так, разобрать серьезно, разобрать так, чтобы она не работала больше, то есть в разобранном состоянии, и собрать ее назад. И тогда это будет считаться, будет считаться, что это и есть, скажем так, еврейская сборка. Когда это еврейская сборка, как будто еврей сделал эту посуду, естественно, посуда сделана евреем, не обязана окунаться в миг. Есть книга, называется «Твилат Кирим Рава Цвикойна», и он там приводит от имени Равшлома Занарма Орбаха, что недостаточно в этом случае разобрать розетку, то есть, да, или разобрать вилку. Этого недостаточно. То есть действительно нужно по-настоящему разобрать, например, греющую часть или другие внутренние какие-то соединения. В чем здесь проблема? Проблема в этом случае, что вы теряете гарантию. Если вы прикасаетесь к ломбам или к винтикам, то гарантия теряется. И эта проблема другая, то есть у вас больше нет гарантии на этот электроприбор. Поэтому, если как вывод, что я могу сказать? Вывод простой. То есть, кто хочет положиться на Хэркад, Яков может положиться, то есть считая, что посудок, электроприборы не обязаны окунаться в микву, то есть не нужно окунать в микву, по причине того, что они прикреплены к земле, из-за того, что они прикреплены к розетке. И так они работают. Лучше не использовать. Поэтому второй вариант – это продать нееврею и взять вечное пользование, когда у нас нет проблемы с точки зрения потери гарантии. Понятно, что если вы не боитесь потерять гарантию, то лучше всего отнести, конечно, к еврею, который немножко разберет. Серьезно, если берет назад, то будет работать, и до никакой проблемы нет. Можно использовать разрешение Раммоша Панчна, окунать только ту часть, которая не напичкана электроником или проводами. Каждый выберет себе решение, которое ему кажется более подходящим в его ситуации, но лучше всего, как всегда, поставлять со своим раввином, как это правильно сделать, потому что если человек выберет или это решение, или то решение, у него всегда есть на кого положиться. Итак, на этом мы заканчиваем наш обзор всех законов, связанных с окунанием в микву. Это был последний урок, хотя он первый в возвращении серии. И всего вам хорошего. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok